Строительный мусор, нам просто из окна это все видно. Мусор так и лежит, там собака бегает. А бывает, что, например, дети даже могут туда заходить? Детей тоже бежим. Да? Детей бежим. И то есть они гуляют прямо на этой территории? Да. И никто их не выгоняет, даже если охранник там есть? Ну, сторож бывает, но, мне кажется, временно. Раз, две, может, бежим. Друзья, хочу вам рассказать о замечательном месте в Калининском районе с редкими породами деревьев и кустарников, прямо как в парке Заряди в Москве. Вот многолетние растения, встречающиеся в Канаде и в Северной Америке, а за ними располагаются азиатские кустарники. Серьезные деньги были выделены, чтобы привести эти культуры в наш регион. Хочется отметить, что этому парку целых семь лет. Здесь расположена и детская горка с малыми формами для занятия спортом и развлечений. А вот здесь, в японском стиле, выложен сад камней. И все это великолепие находится под окнами обычных жителей микрорайона Академ. Как же им повезло, что они каждый день могут лицезреть такие красоты. Детишки могут смело играть в этом парке, а родители не волноваться за них. В парке также присутствует фауна в виде мышей и крыс, что придает ему естественности. А если серьезно, этим роликом я хотел бы обратить внимание всех властей нашего города на эту вопиющую проблему. Люди на протяжении нескольких лет дышат строительной пылью и на 80% лишены своей придомовой территории. Хочу обратиться к губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру. Алексей Леонидович, за годы вашей работы произошло много положительных изменений. Но когда практически в центре города находится многолетняя строительная помойка, по которой бегают мыши, на это кому-то нужно обратить внимание. Нам очень нужна ваша помощь. Мы собираем подписи для официального обращения к вам. Но не всегда это работает оперативно. Именно поэтому мы и записали данный ролик. Если вы его увидите, то мы надеемся, что эта проблема будет решаться. Редактор субтитров А.Семкин